Дорогие друзья, хочу еще раз вам напомнить, кто не знает, меня зовут Артур Сороченко. Я 9 лет в своей жизни провел в местах лишения свободы, чего никому не желаю. В своих видео, в своих роликах я ни в коем случае не пропагандирую АОЕ или еще какие-то субкультуры. А наоборот хочу показать людям и молодежи, дабы они не нарушали закон, не попадали в тюрьму. И учились на ошибках с видео, нежели причиняли боль и страдания близким, своим, а также другим окружающим. Петю один раз отправили пельмени делать на стриме, понял, сидим. Короче, ну не мать где-то час, понял, я выхожу, захожу на кухню, наблюдаю картину. Пельмени все в одну целую, если их в один собак, и воды уже в миске нема, уже миска горит, понял. Ирина, ты понимаешь, что он говорит? Нет. Я тоже не. А с кем ты общаешься? С собой, блядь. Ну, смотри, я не понимаю, она не понимает, что ты говоришь, с кем ты общаешься, реально. Вам, блядь, шуточки, мне это не шуточки. Я думаю, что они так стали, и каждый смелый, понял, и стоял. Потом я смотрю, там те ходят, те с телефонами, это, я посмотрел, этот забегает, там такой, смотрю, те там колятся, что-то мутят, думаю, так. Понял. Семьдесят процентов, блядь, типа, физически, ну, не, на тридцать процентов инфогетик, блядь, а то наоборот. Семьдесят процентов инфогетик, а стимулятор тридцать процентов. То есть стимуляция, там, идет больше на психологическом уровне, за счет вороб кем-то дарфина, блядь. Понял. Не вытекай сюда. Ну, что ты хочешь, она, ну, она, ну, она такая, да, она дикая, она такая, как колесик. Хуже. Хуже? Хуже. А, в смысле, хуже? А, в смысле, это придуманный, типа, тюрьм, этот, академик. Да. А ты сейчас, я тут ее вижу, это пиздец. А, что навязать? Ничего. Кидай сюда дрова. Поптейки. А шо, а я? Поптейки, бери маленький, шук-шук-шук, сюда, они будут хорошо. Хм, они такие, одни вопросы, а шо, а я кидайки, все, без них хуяна не знаю. А, тогда? И готит, и все. Все. А, кто ее готит? Да, пизда. А, кто, а кто готит вообще? Ну, я что, не знаю, кто был. пишут закладку ищет не пацаны зиму дрова на шашлык серебряки ничьи некая закладка это мангал да вот это мангал какой-то такой современный мангал не так на нем нормально мы это сделали шине ты маленьких ломай 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 сюда кушу быстро маленький да зачем бумага сначала на ломай дров конечно мы бумагу засунем не потом шук 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 по быстрому ну да так бы я же говорю что быстро на ломай сюда такую кучу и все спрашивает где брелок старый лесбиям не так так ну понимаешь а чего надо говорить а потом и платье перед ним поймем специально просто шо он с ней же там капустил шоу да он сама выделил именно ебал нормально она заебал первые люди нахуй нахуй потом я подошел ки говорит все на меня горчайся потому что ты заебал и человеку нет постоянно за него я откуда знаю спасибо позвоните я его все равно не занимал за колеса коса да она заебал все потом и давай 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 побежьему не обижайся а к фросе не заигрывает фросе да заигрывает Питя, что ты это заматываешь? Кокон картошку? Это же не знаю. Не знаю, это в кокон, наверное, что-то? Ну, технология, блин. Кокон картошку. Вот так, да? Ира, ты что колесик говорил? Что типа жальность на тебя? Не, серьезно говорил? А что еще говорил? Расскажи. Мене заведет до мамы. Ага, и сватание будет, да? Да, точно. Будем жить на Красной Горе. Ого. А только мама при чем тут? Мама сказал. Он повезет меня знакомиться. Ага. Он до мамы уже говорил. Да? Да. А, ну, я помню, раз звонила сюда, значит, уже говорила. Что, говорил маме, что будет свадьба, да? Она разговаривала с вами. Я тебе скажу, что колесик за последних два года с мамой знакомит где-то пятую или шестую подругу. Одну даже привез в село туда, понял? Да, да. Ну, мама, ну, там такая педровичка, короче, понял? Она, ну, она вообще, ну, то есть мама посмотрела в нее, говорит, так что-то, говорит, что-то такое, говорит. Ну, она посмотрела и думает, да нет, ну, мало при памяти. Понимаешь, что-то? Не, Ира, это нормально. Ира такая, она понимает, что он думает, ага, Ира ему себе будет готовить, убирать. Он до ее истории рассказывал. Слышишь, Ира, а там еще твои вещи остались, я заберу. Я просто этим, опять же, сказал, сказал, короче, говорю, заберите все вещи. Ну, что он? Забрал. Ну, ну, что забрал. Там, конечно, зимняя курточка оставалась. Платья какие-то, да? Да. А ты с этим штемпом, что жила, что тут за штемп? Он печальный, да, этот гражданин? Да, он. Так он неен. Алкаш. Сколько колесик, да? Да. Я понял. Хуже неен. Да? Хуже неен. Там неен, полностью. Полсуяна. Питый. Полностью, да? А, бать, раскрую, закручу. И вот такого, типа, взял, что в воде сидят, да? Да? Да. Любит просто бухать, да все. Слушай, а что колесико тянут на лесбияну? Батюе. Ира, а что колесико на лесбияну тянут? Нет, знаю. Слушай, ну хорошо, а эта история с лизанием, это что, конкретика или это? Да. Да. Ну что, пиздец, как шум? Ну, да пиздец. Ну, осталось в туман, сошел. А, ну, может быть? Мы же такая не будем, сейчас я его не махну. Хорошо, смысл ей придумать. Где огурец там, да? Пять мистер, бля. Поминали. Ты что, ты четыре помидоры помыла? Да. Да? Да? Все надо мыть, все, мои, все. Это все надо помыть, все. И нарезать все. Нормально будет. Так просто, сколько людей. Ты не судьба. Хабам, да. Так и нет. Да нет, ну ты что. Давай реально смотреть на вещи. Да. А что это за коконы тебе что, за донатили на коконы, что ты берешь их мотаешь? Нет, я захотелось. Пара коконов, да? Да. Как он бэкл. Пишут за розовые шорты, спрос будет с баландеры. Вот там. А что розовые шорты, что розовые шорты, это что, контакты или что? На малолетке когда-то за розовые шорты могли качнуть, конечно. Да? Малолетки, то страшные люди. Они там за это что? За любую хуйню. Посол против ветра забили. Да нет. Что, прикольно, прокольно. Чтобы они притягивали это конкретных. Маленьких сверху накидай, говорю, вот этих пономай накидай. Что такое снайдованы? Да можно, я думаю, все, бля. Что, из-за того, что приболел? Ну, по-хуйня, бля, бля, приболел, бля. С везер, витермоз. А вот это, наверное, да, такой синий. Посмотри. Посмотри, Петя пошел за досочками. Посмотри. Ир, возьми, пожалуйста, она ломается со всех веточек. И сюда накидать сверху. Потому что Петя-то страшный стенд. Петю один раз отправили пельмени делать на стриме. Понял? Сидим. Короче, ну нема где-то час. Понял? Я выхожу, захожу на кухню, наблюдаю картину. Пельмени все в одно целое, слифи. В один собак. И воды уже в миске нема. Уже миска горит. Понял? А Петя вот так, на полусогнутых. Понял? Спит. Стоит, спит. Понял? Он пристал. Потом где-то пропал Петя. Не мать. Ну понял? Ночью пропал. Человек нема. Параша спит. А Белла такой. Так я видел столько раз, да. Все, смел. Петя, что ты скажешь по этому поводу? Унисти ясность, пожалуйста. Да, Петя. Ну что-то как это? Куда? Не иди туда, крысятничай. Занимайся тут. Не полухай. Там все сырое. Там все сырое. Это что, куриное или это ты смешал? Не, не, не. Я там свое отдельное. Ну как бы. Дромилки еще, да? Здесь. Да. Есть, да. Это куриное и свиное? Одна отдельная куриное, да? Да, там есть куриное. Вот, смотри, Ира, молодец. Чух, чух, чух. Сразу по сути, конкретика. Я не маску, я не маску. Ты что, натурик? Я не маску, я не маску. Я не маску, я не маску. Может, еще просто простуда, да? Да. Валь. Да. Ты что, не помнишь, я сам кто-то сидел. Что ты делал тут? Ты дурака валял. Да? А кто кушал? А ты кушал тоже. Я не отходя от каши. Мы приходим, прикинем, половину похоронил. Охуеть. Реально, что-то не смешно. Реально страшный человек. Вот ты тогда сверху накидай. Оно сейчас его про эти доски прожарит и будет чопта. Сейчас надо эту решетку почистить и пропалить ее. Ох, как ты. Прикинь, если бы Петя один распаливал бы костер. Мне кажется, он... Да какое-то утро. Мне кажется, он до завтра, до обеда бы распаливал. Сказал бы... И сказал бы, не горит что-то. Не горит, да. Страшный человек. А когда кто распаливал? А кто тогда распаливал? Никто. Никто, а? Никто. Сам распаливал? Сам все жарил и подпалил. Просто что, полную гибну, как меня. Кидай, кидай сверху ее. Чем больше этого... Вот эти все надо спалить. Вот эти. Вот так нормально будет. Чем больше его глядим четко. Мы же его можем, понял, как распределить в ширину. Уже сетки широкие. Может. Понял, как там? Две сетки есть. Мы две сетки положим сразу. Одним залпом все. Понял? Положим две сетки на сразу. И сразу чик-чик сделаем четко. Там немаше жрать. Какая дикуха. Петя, мы же тебя позвали костром заниматься. Быстрее на Петю, короче. Все делает Ира. Петя только создает вид, что что-то делает. Это страшно, да. Да, это страшно. Да, это страшно, что-то. Да. Так вообще, ты двигаешься как вор или нет? Да. Да? Слушай, а как ты относишься к этому моменту, что Колесик хотел с Ирой жениться вообще? Как ты? А ты вообще серьезно ответил? А ты хотел, честно? Ну да. Ага, ну вот это по любви с ним видеть. Ну ты как? Ты думал, что у них может все получиться или нет? У меня все равно, естественно. Непонятно, но твое мнение. Мое мнение? Если у них, если у них будет согласна, то дай Бог им здоровья. Это же удалось. Это все вот честно. Вот так. А что согласна, если Колесик, ну, он, ну, он передвигаться не может. Он постоянно бухой спит. Или бухой, он бухой спит. Все. Она посмотрела на эту историю, и что дальше? И что дальше? Ну, Колесик только в вертикальном положении спит. Бухой. Все. Он в горизонталке не двигается. Что-то не получается, а? Ничего не нарезать, если оно обветривается. Да ничего не обветривается. Конечно, ты нарезай, ты что-то делаешь. Так вот этот момент с лизанием тут без прикола. Реально, что было, что не было. Понял. А это ты ему застал его, или что? Не, он сам попросил. Сам попросил. Ого. Профессиональный повар, если готовят кушать, нету разницы какое блюдо. Первое, второе, каша, бору, суп, шашлыки. Конечно. Кольцами. Кольцами? Конечно. Не на соль. Прикинь, настолько уже рука набита тут. Не на соль, не на перец, не на шо. Он не пробует вкус. Это профессионалы. Профессионалы. Понял. Ну, брат, она вообще, она не все так замотана. Это пиздец, я бы так говорил. Да, это, ты в натуре, мы тебя сейчас забьем, ты. Входи. Дракон. Ты шо, не можешь замотать нормальную картошку, чтобы она, ну, ты у нас сгорит. Ты шо ж ты такой, это? Он сейчас без фольги ничего не сгорело. А это сгорело. Нет, так она четкая будет в фольге. Да. Ну, конечно. Я сейчас скажу, Ира, я тебе нормально гахну. Серьезно. Кулака-то ели, голуби. Конечно, она тебе спорит. Ты так не базарь с ней по-колючему, понял? Да, понял. Понял, Петя? Ты шо, ты не базарь вообще. Ты вообще еще раз, ты к ней вообще не базарь, так бы, я тебя забью нахуй, Петя. Что ты к ней так базаришь? Ты слышал, чтобы я хоть раз с ней плохо говорил? Я с ней не говорю. Ну, а что ты говоришь с ней? Что она тебе плохое сделала? Что она тебе плохое сделала? Что она говорит, что она тебе подровняет с кулака, так это по сути, это нам нужно. Ира, ты понимаешь, что он говорит? Нет. Я тоже не. А с кем ты общаешься? С собой, бля. Ну, смотри, я не понимаю, она не понимает, что я говорю. С кем ты общаешься, реально. Вам, бля, шуточки? Мне это не шуточки надо. Так это не шуточки, ты не спеши говорить, а выговаривай четко. Я снимаю? Да. Да. Ну, ну, что? Ты просто говори четко, ты можешь четко говорить? Могу, конечно. Вот сейчас же четко? Ну, да. А Дима, наверное, измены. Дима из измены, понял? До сих пор не выпускает. О, я еще больше заболею. Видишь, нахуй я, думаю, ты в камеру взяла я. Да, да, да. Дима. Дима? Да. А что? Ну, потому что он боится отсказать жиров в воздухах. Чтобы не заболеть. Да. Чтобы доделывать. Не, ну, типа, чтобы не пропыло. Так куда температуры уже, слава богу, нет. Ну, да. Я тебе скажу, Серега молотяга. Слушай, ну, подожди, тут ты на четверку, когда заехал. Это пизда. Да. И в глазу спал. Заневал. Ну, подожди, ты заехал, стоишь в карантине, приходит легал. Сейчас я приду, раскрою, а то успею, это не прикол. Это не шутки, смотри, говорят, поедешь на яму, что нема робы по размеру. Пожи. Ну, ты приходишь, понятно, выдают вам робы там в карантине. Нет. Хару, записывают, подходят, хуй там наебет. Не, расписывайся, все-то положено на дорогу, понятно. Расписывайся. Не в карантине. Ведут, берут отряги карантина. С козлом идешь. Каждый по очереди с карантина выводят тебя на веселую коптерку. И там заходят, и козел тебе говорит. Фамилия Иосифа заходит. В Гримку в лагерь, блядь. Думаю, куда приехал, блядь. Ну, ну, ну. Фамилия Иосифа. Каминский требует, говорит, так, садись. Так, и пошел, вот, блядь, зимняя куртка, кофточка. Оно все такое, блядь, военное, что-то при войне. Ну, понятно, СРД вышла-то такие, ну. Так я это говорю. Ну, серое такое, да? Да, 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 да. Все. Все. И обувь все. Обувь. По водоску невозможно ходить. Это ты, куда тебя разбили? О, камни. Вон, хуй, мне не надо ничего. Ну, каже, надо, зачем ты мне тут долго не побудешь. Я не могу понять, почему. Потом, значит, я... Ну, каже, тебя разбили на камни, да? Да, да, о, то цей, ну, там не побудешь. Я слуху имею, что, знаешь, романтика, це, мурка в голове, блядь. Я буду, братва, это потом я понял, стояночка, сам в себе еду. А шо, а шо с формой не получалось с этим, мне было размера, и шо говорят? А мы при всем, ему до всем, каже. Я думаю, вот это да, блядь, шо-то говорит, как черная движуха, блядь, вся хуйня. Ну, и шо, бедно, выходишь на камни, шо, за норму, как там крепили, расскажи. Первые три дня, то бишь, те, тебе никто не крепит. Ты ходишь, присматриваешься, смотришь. Я еще застал, я тебе все, а потом, это отменили, смотри. Приезжают на промзону, ты знаешь, что такие окрас, здоровые, да? Да. Такие здоровые булыги, скорее, я знаю, большие, как аминюки. Большие, а он берет, выружает, это, я думаю, что они так стали, и каждый смелым, понял? И стоят, только выружаются, и они все накинули четверть камень. Шо б потило тебе, шо б тебе ты норму выберешь, шо б тебе на яму не появишься. Шо б тебе, Артур, я уехал, потом решила, братва, такого не будет, нахуй, шо, разбили, пошел сам камень, там все полно было, понял? И шо, подожди, ну хорошо, но ты норму за полгода сделал, хотра? Ни разу. И шо, тебя крепили? Крепили, но. Шо говорили? Чего норму на вешку? У всех них это вопрос, чего норму на вешку? Дыхатель, какие разговоры? Я говорю, вы понимаете, куда какие нормы, блять, вот эта хуйня. Ну все, вот, ты знаешь, что такое камень? Это не буквально, скорбель, скорбель и молоток, каменный век, и пиздуешь. Ёбаный век, ну откуда, ты смеешься, ты сначала ждешь очередь, идешь, ни хуя. Ты на тележку такие булыги ложишь, потом вот, на прессу, человек, привет, привет, заготовки делает, камень, правильно? Понял? И все, и ты ждешь очередь, блять, идешь, по полдня нахуй, очередь ждешь, смена заканчивается, а ты еще очередь ждешь. Охуешься, ты подходишь, ты подходишь за тени, а ты все еще не забил, на вахту, на вахту, каже, ты охуешься, тупо думаешь, блядь. А начинают это говорить, они это воспринимают, не в повагу до администрации. Рапор. Какий рапор? Уже не знаю, че бизает или не бизает. Прикинь, это такая обработка, сука. Представляешь? Все, эти точки застал. Стоишь на пятом газу, негры камнем били. Я тебе отвечаю, на носилках забираю нас на часть. У мамы не били, забивали их, нахуй. Потом кажут, не, не, мы же инстанция, а мини-поху бегу как. Ты на четвертый-ка. Отморожененький, начальник режима был. Послушай, у нас был такой на Львове, при Гальчишеке, там начальник режима, что сразу ты что гонишь, там сразу погибали. Четки выкидывали, уже только подъезжали в конверт. Четки уже выкидывали и прятали вообще, и прятали. Приседать начинали. Да, приседать начинали. Жестко было настолько, то что. Мы заехали трое с подельниками. Мы только зашли в конверт. Я не могу понять, что это такое, штамп стоит с рупором. Говорит, а ну гуси, руки за голову, присели, гуськом в бок сагаем. Я смотрю, понял, на подельника, знаешь. Ну я же первый раз в Турягу заехал. Ну я и не знаю там, знаешь что. Смотрю, эти все попадали, кто-то местный, с перепугу. Ну смотрю, подельники мои, все это, все стоят туда-сюда. Они, ты кто такие? До него кажутся, а, карточку, раз, а, понятно. Туда. Вот так сразу, пальцами. Откуда? Я говорю, ну типа, Сузберди, яка область, я кажу, Житомирская. О, то ты тут, кажи, выкрали, квартиры вкрадали, в Львовской области. Усего отдельно. И третьего, а ты, а третий подельник, наш самый молодой, он 19 лет, говорит, а ты, сынок, что с ними забыл? Сынок, кажа. Это ты их подельник, что ты там с ними забыл, кажа. Его тоже отдельно, кажа. И всех крепили. Докрепили страшно. Крепили, крепили, да, определено, где-то года пол, а потом уже перестали крепить, закинули на спецпост, и мы на спецпосту, то сидели там, на спецпосту, да. На спецпосту уже не крепили там, там просто, ну, понял, если крепили, то уже хату всю просто крепили, понял? Там такое, там, ну там пойми, там каждое утро прожарка, ты каждый день ждешь. Вот пока нема отбоя, ты что-то ждешь. Ты ждешь какую-то историю. Вот может быть хоть 9 вечера, ты уже подрасслабился, думаешь, думаешь, а, сейчас будет 10 уже, все четко, это, а нет. На хуя? Да. Ай, за пиздец. Короче, четверка, я еще, бры, это сказка тоже была. Да. Понял? Да. То, что ты львов застал, это сказка, блядь. Он, знаешь, пигуна попустила. А он, я тебе серьезно говорю, значит, ну, ну, прикол делать, что на камнях нет, знаешь, не, это был не прикол. Послушай, ну, ты пристал, вот, начинается день, бери, начинается день, ты не можешь дождаться всех, не? Не, ну, ебать, минимум 3 часа, ну. Короче, начинается день, и ты с утра ждешь, у тебя ж мурашки по телу, ты ждешь или шмона, или будут сейчас всех глушить, а они как глушат, выводят хату на продол, на спецпост, на спецпостец, и все, кто там мурчат. Выходит на это, и все, на колено, на колено не стоешь, начинают глушить тебя, разворачивают тебя, да, да, разворачивают тебя с лицом к стенке, и начинают дубинками глушить, знаешь, там, по ноге, по спине, по шее, понял? И ты как, и они могут зайти в 9 вечера, в 8 вечера, в любое время, и ты ждешь их в любое время, бывало такое уже 9 вечера, я уже говорю, там, а, сейчас там, знаешь, там, хавать, там, что-то сделаем, там, выберем картошку, вы было по баланде брали, там, это что-то, конетелюсь. 9.15, раскроется бронь, говорит, на все на продол, выходим по черзи. Ты что, мы в шоке, опять, на колено, ты что, 9.15, там, ну, ты что, поставь... Это не на косточке, на колено ставим? На колено, спецпост на колено, на корточке ставят те, кто, те, кто приезжает этап, и спецпост, и седьмой пост, но там все они приседают, гуськом ходят, они им там ничего не говорили. А кто этого не делает, они раз гахнули, второй раз гахнули, и на спецпост, и на спецпост потом ходят у перчасти, выборочные хаты дергают, а там хаты спецпост небольшие, там, 4-5 человек, там, 4-3 человека, они раз на продол всех, лицом до стены, говорит, лицом до стены, ноги, говорит, по ширине плеч, там, давай, туда-сюда, говорит, все. И начинается такое, я понял, типа, да, а у нас 2-5-2-4, это типа хата там, ну, отрицала, что это мы, да, иди, так, открывай 2-5, это электрозамок, туда-сюда, раз-раз, так, кто я тут, музыка, на выход, Даша, Суроченко, на выход, костерка, на выход, лицем до стены все, ноги на ширине плеч, ты стоишь, потом говорит, так, по одному на колено, никто не, ну, а там никто не стоит, все, бах-бах-бах-бах, все, а, там, кто-то лежит, кто-то там, это, туда-сюда, да, все, короче, давай быстрее 5 минут заходим, понял, а все, а был такой Юра Булавка, то ему сломали, короче, руку львовские, он там такой мурчик львовский серьезный, сломали ему руку, дубинка, они ему, короче, да, они его начали бить, а он начал что-то в ответ там, короче, очень грубить, он еще и бить, он говорит, вы шо, типа исполняете, дурдомовцы, каже, я каже зараз, ну, я каже, выйду на связь, каже, позвоню своим, а он спортсмен там такой, у него там своя бригада в Львове, он говорит, вас будут ловить дома, говорит, они его еще сильнее, сильнее, он говорит, и тебе, каже, я тебя запомнил, каже, тебе все, каже, жди, тебе сегодня будут ждать, сломали руку, так, били, нас не час забрали, открытый перелом, да, били старые, А потом уже начало по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть поступать. Восьмой или еще? 2007. Начало, конец 2006. А потом уже начало легче, легче, легче. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но я попущение не застал. Мне же сейчас говорят, что там с телефонами ходят. Ты что, гонишь? Какой телефон? Когда-то телефон, если кто-то узнал просто, издал, что у тебя есть телефон, я его не ошмонал. Они просто знают, что в хате телефон. Хата живет в боксе, пока телефон не найдут. Все, все живут в боксе. Шмон начинается в 8 утра и до 9 вечера, пока не найдут телефон. Ты что, гонишь? Там лучше не иметь телефона, меньше проблем. Это проблемы? Это проблемы. Костерка, помню, когда хитрый завез с этапа, адвокат ему принес телефон. Он как увидел, говорит, Вова, отзвонись и выкинь дючку. Ну а что, нам эти проблемы? Костерка, он 15 лет в месяц, ему же пригодали. Макрушник. Он говорит, если сейчас найдут нас телефон, ты не понимаешь, что это будет. Я не хочу жить, говорит. Сейчас кто-то увидит, что в глазок все. Мы будем жить на боксе. На что оно надо? Тут говорит, а вы живете, я буду после боя без тварей. Ну, вот тут сидит год. Кто-то говорит, или разъезжаемся, или я не знаю. Я говорю, ты что, ты не понимаешь? Ну, понятно, 15 лет он устал уже, ты прожарки. Ну, понятно. Короче, когда мы с Львова приехали на Тюрягу, понял? Ну, я же там понял, ну что, мы телефон за год один раз увидели, там, после боя доставались, там, и то. А приехал на 73-ю на больницу, я наблюдаю картину, да. Сетка ложится. Все, я имею в виду, все, все мясо. Да. Я же тебе сразу говорю, что все. Ну, договори. Короче, я смотрю, за вход в больницу такой идет, по плацу и с трубкой базарит, понял? Подставка это, да. Я сначала не могу понять, думаю, может, это какой-то положенец, или изначальник колонии, может, ходит себе. Он одетый, посмотрел, в пиджаке, в галфуке, в брюках и в туфлях, понял? По-своему, как на свободе человек живет. Я же заехал, ты что, я там, я, чтобы у меня вот эти, хрестик у меня был такой на ниточке, чтобы не отшманали, сбивал, понял? Потому что нельзя было, отшманывали на Львове. Потом я смотрю, там те ходят, те с телефонами, это. Я посмотрел, этот забегает там такой, смотрю, те там колятся, что там мутят, думаю, ух, нихуя, я вижу хода. Ты что, да там вообще, если ты такое подумал, и узнали, что ты подумал, ты умер. Все. Я же тебе говорю, телефон, лучше было его не иметь, потому что это проблемы. Это жесть. Это были проблемы. Так что сейчас это как сидят, что... Нихуя же. Ну, грубо говоря, сейчас человек, что? Если хочет человек идти на работу, зарабатывает до с половиной, уходит, грубо говоря. Ну, что, не так, Валь? То есть сейчас, ну, все доступно. Хочет, может, учиться. Хочет, может, не работать. Хочет, может, там, полегу... Ну, все, сейчас, сейчас, сейчас более лояльно. А помнишь, ходят на эту промоку, охуевшие, дивятся на ту беззалу, они почти высокие... О, все кинули на УДО первое, блядь. Не, было такое, да. Или, понимаешь, например, вот хороший мастер там на промоке, да, или ширпотребщик хороший, или какой-то там что-то делает. И они специально, они обещают ему УДО, УДО подходит, и они берут ему там какой-то рапорт, кому-то говорят написать, и говорят, ну, понимаешь, рапорт же не пройдешь, там, это, а, специально, чтобы не отпустить обнушку. Давай, бери, короче, с этой стороны, потому что ты... Я думаю, хватит всем, но... Ты все высыпался, я? Конечно. Я думаю, хватит, не? Да, а потом возьмем и перевернем за один раз. Что, я руки попалю? Давай. Попалишь, ты хуй с тобой, блядь. Ну, что, что? Мне кажется, что-то надо подпушить. Нет, под середину подвозить. Камень какой-то засунул. Ну, что, камень, дай сюда. Полицию на руки, блядь. Что-то, блядь, я палюш. Ты чуешь, вот это все, бомбинарки. Блядь. Что? Ты пищи надо туда засунуть. Подвяжи, я поднимаю, ты подвяжи. Да. Вот я к тебе не сижу. Понимаешь? Да, здесь. Ага. Ага. Такое горячее, сейчас будешь по костру ходить, что-то в натуре. Люди ж ходят по телеку, что-то не въел. Да, я не знаю. Ах, если дотворцы. Нет, там же ходят просто по бухой лавке. Да, по бухой лавке. И с той стороны, блядь. Да. Сейчас отсюда вот литерские встали. Ну, йоги, йоги, да? Понимаешь? Понимаешь? Не йоги-то ходят, ходят, я знаю. Не только йоги. Я имею в виду, что-то ходят в транс. И сидит, и внутри у него кожа не... Типа, почему? Как он доходит код-то? Нет, я не знаю. Здесь же туда ходят. Ну, какие-то есть эти, типа... Чипи-дайлы. Да-да-да-да-да-да. Как ты говоришь, чипи-дайлы. Ира, наверное, я на тебя надеюсь. Смотри, я подниму... А ты можешь камень вот так вот положить вот так вот сюда? Вот Петя не сделает, Ира. Ты не сделает. Только аккуратно, Ира, не пожжи руки, Ира. А ты положи, да, просто положи. Не пожжи руки. Да-да, все-все, пускай. Все, нормально. Да? Да. Надо еще туда, короче. Я еще туда. Сейчас там так же сделаю, чтобы вышечки было. Блин, интересно. Как это в конце лета какой-то грипп? Это я охуел. Там ходят сейчас такие мутированные гриппы. Да? Понимаешь, видишь, люди умирают. Да? Смотри, смотрите. Ну, в России непонятно, почему такие мутированные гриппы. Я скажу, когда-то. Ну, сейчас заболевает гриппом, он не нравится. Раз, два, три, три. Я лучше, медленно, я не могу. Все, как-то, чувствую победу. Уже, все, 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 все. Надо вот эти ж дорезать тоже помидоры еще. Синец, уже по ходу дорежем. По ходу, слышишь, каждый, если взял помидоры хавые, блядь. Как дикарчику? Ну, ну, что за три, нахуй, трезать. Ну, да, 115-ая фераль, да, добрый этап очень добрый. И, слава богу, блядь, джинка заходила, у нас воска, поляна, нахлета, и цей долбий. Ой, что-то малинки нарвали нам? Да. Молодец. Вон, нахуй, в дом. Петя, не ныряйте, да, я не в дом. Все, Натурик, ты уже в такие дороги пришел. Страшный человек, только не захочет притонуть. Ты что, Натурик? Есть, она забрала его домой. Петя, попробуй, да, Петя? Да. Брия. Спасибо. Хорошая милинка. За новенько все. А тут мы обрывали, с колесиком тут полностью, что не помнишь? Большой. Ты колесик Иван кидал, да? Да. Вот только баба, чтобы приходить туда в гости тоже. Классик похоже. Ну, ты помнишь, я мать и ребенок. А что? Как кто? Кто это? Держи, то Леся наша пиушницей была, я знаю. Была. А она в двойной системе, потом. В смысле, и то, и то протребляла? Соль. Это у нас вообще, но она же тоже разная тяга. Она проснулась, трубочку оскрела, металл запустила и пошла. Лампочки, лампочки. А у нас же покойная, да? Да, это да. А что, от чего умерла? Соль. От солей. Перидос? Ну, не знаю, но умерла от солей. Тима еще к ней в больнице ходила, кстати, муфио. Ты не любишь с лимоном, Артур? Она же с этим мутилась, с шапой, да? Да, обещаю. Она всегда нормальная была. Давай мы послушаем свою храбу. Храбика. 70%, блядь, физически, ну, не, на 30% инфогетик, блядь. А то наоборот, 70% инфогетик, а стимулятор 30%. То есть стимуляция там идет больше на психологическом уровне, за счет воробки эндорфинов. Хорошо, а что сейчас, например, все... Раньше, например, были там апиушные нарики, да, там на... Ширке, которые кололись героином, там, метадоном. А сейчас все именно молодежь, вот все начинающие, все там это, они все на солях. А потому что психологическое, вот это эйфоретик сам, за счет того, что оно психологически действует. Одно сейчас все, помнишь, когда-то одно время мое поколение началось, когда-то у нас, блядь, вот сомния затены, вот это психологически задаешь, все, крышка человеку, вот, блядь, его обидишь, он, блядь, уже чуть... Ну, тогда фен, тогда был фен, тогда был фен... О, видишь, ты даже помолодел, Серега. Нет, Серега нормально помолодел, нормально выглядит. Да, снимаю, блин, ты слышишь меня? А ему-то шо, он... А ему плохо. Он старел через здесь, и... Постареет. Не, он, не, Петя такой, как был, Петя не стареет. Ты же и в чугу. А Серега реально, по-моему, одел. Нет, строга. Я когда Серегу первый раз увидел, я ему думал, что 170. Серьезно? А был... И такая хуйня, да? Ну да, сейчас... Да, его колотило страшно, разрыкаться. Такое, неудесняк такое было. С утра... Знаешь, чего-то хорошее, оно быстро выходит. Хорошо, смотри, а вот хорошо в грибцентре, Серега, когда вот... В христианском грибцентре, да? Когда заезжает человек от метадона. Что ему дают? Его же начинает долбить так, что... Ничего. Ничего не дают. Абсолютно. Так ты шо, он с ума сойдет? Ну как если он... Ну как не сойдет? Ну как не сойдет? Ну как не сойдет? Ну не знает, Серега. Ну не знает, Серега. Я знаю. Слушай, вопрос, сомбитва, то, что это такое дело. И дают пару таблеток. Да, соприкательных. И все. Это соник. Да, 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 да. Соники, успокоительные вот это вот. Ну что, был у нас оттуда один наркоман, и Клофт уже рассказывал, привезли его. И закрыли в комнату. И мне говорят, а я на кухню, говорит, смотри за ним, ну там поглядывай. Можно на дночку что привернуть? Да. Не, не, там сразу шмон полностью разбивают. Да, шмон. Шмон на бардачке могут подвезти. Вот, в конечном итоге... Он не знает, Лаш. Первый раз пришел, скрученный лежит на кровати, второй раз пришел, скрученный лежит, я говорю, может тебе там чаю, там таблеток оставили тебе. Махает головой, нет. Прихожу я в третий раз, нету его в комнате. Как нету? Окна закрыты. Дверь на замке. Нету. Я по территории, ну, с самого центра цего посвернулся, нету его. А у нас получалось два яруса. И под низом две шухляды. На каждого. Ну, свои вещи там хранили, там туда-сюда. Я себе туда-сюда... Ну, нема человека, бляха. А ну, те, испалился. Ну, захожу, я в ту комнату сел. Слышу, мол, он закрепляет. Я открываю эту шухляду, он в три погибели, скрученный. Как он залез и закрыл за собой шухляду, я не представляю. Кумайл, так понял? Его ломает всего, дайте, дайте. Ну, он выдержал четыре дня, сказал так, я домой. Понятно, потому что... Там просто никого не держали. Домой? Нет, так он понятно, там он не вывезет. Куда? Куда он поставит? Поставит, куда? А возьми этот хлеб наверх, может... Я так поделюсь. Я помню, как-то я, блядь, помнишь, когда я вонюх лежал? Преоняю, блядь, ты безбавишься. Понимаешь мне тогда, блядь? Такой, возьмем уже. Вот ту тарелку забери, блядь. Вот что, поставь туда на лавочку. Поставь, поставь. Поставь, поставь. Вот что, блядь, я в больничке лежал, это за неделю, что? Может, до недели я сидел, мне бы обижало, но, блядь, не хуже, нахуй, не съел, блядь, это безбавишься. Ну, это когда мне кололи, блядь. Это неделя, блядь. А я с тех пор, ну, встать твою руку, ты понимаешь, что? Разные куски, понимаешь? Аааа. Я люблю, я себе ставил, блядь, сырое. Ты, послушай, ты не перебивай, когда я люблю, как вижу, какое я себе ставил. Вам прижарят. То видно, что сыроватый, да? Вам прижарят. Четко, что стоит. Она уже, походу, все, мы ее закинули, когда еще где-то. Ммм, он сладкое, какие? Мясо? Цебуля. А, цебуля, цебуля сладкая, да. А мясо? Такое, нормально. Прожаренное. Медиум прожарка. Медиум прожарка. Субтитры сделал DimaTorzok